МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К последнему туру лидерами у мужчин были два шахматиста Александр Рязанцев и Владимир Федосиев, набравшие за турнир по 6 очков. И сразу 4 гроссмейстера отстали от них всего на полбала. Это Александр Грищук, Петр Свидлер, Евгений Томашевский и Дмитрий Яковенко. Все решилось в партии прямых конкурентов. Рязанцев взял верх черными над Яковенко и стал чемпионом России. Для спортсмена из Москвы, последнее время ушедшего в тренерскую работу, кстати, наставника женской сборной России, возвращение в игру получилось триумфальным. Уровень соперников один из самых лучших в России. Очень плотный турнир. За исключением там буквально Корякина и Крамника играли все сильнейшие. Поэтому уровень очень достойный. Я думаю, что я прошел достаточно ровно всю дистанцию, без поражений, три победы. Наверное, желание было большое сыграть хорошо. У женщин последний тур уже ничего не решал. Чемпионкой России досрочно стала москвичка Александра Костенюк. Для нее этот титул уже второй за карьеру. Первый был в 2005-м. Кроме того, гроссмейстер имеет звание чемпионки Европы, мира и шахматной олимпиады. Для меня почему-то именно объявление о том, что первым призом будет автомобиль, стало хорошей мотивацией. То есть я как-то начала. Хотя у меня достаточно большой стаж вождения, но у меня так получилось, что российских прав нету. И по правилам надо их получать заново. То есть мои другие права недействительные. Так что я в сентябре в рамках подготовки к суперфиналу учила правила дорожного движения. Но вот, как оказалось, не зря. Помимо внедорожников, победители получили шахматные фигуры из золота и драгоценных камней. А также разделили с призерами призовой фонд суперфинала в 9 миллионов рублей. Добавлю, у единственного представителя Новосибирска на суперфинале Дмитрия Бочарова турнир не сложился с самого начала. Новосибирец набрал лишь 2,5 балла и завершил соревнования на последнем месте. Победы над чемпионом баскетболиста Новосибирска на домашней площадке обыграли действующих чемпионов Суперлиги Сахалин. Обе команды до очередной встречи не знали поражения на старте сезона, одержав по 4 победы. Первая 10-минутка прошла в равной борьбе. Косновичивее всего об этом говорили цифры на табло 17-17. Решающей стала вторая четверть. Новосибирцы совершили рывок плюс 8 на старте периода, а гости никак не могли найти свою игру, совершая ошибки при передачах. Большую роль сыграла и слаженная игра в защите и в борьбе под счетом. На 7 минут до конца матча преимущество Новосибирска достигло 23 очков. Но довести матч до уверенной победы не вышло. Небольшая расслабленность обернулась большими проблемами. Сахалин совершил камбэк, сократив разницу в счете до 6 очков. Концовка матча, кроме обилия фолов, запомнилась и эффектными блокшотами в исполнении центрового Новосибирска Алексея Курцевича. Итог матча 85-79. В новом сезоне Новосибирск не знает поражений. И в завершении выпуска о единоборствах сразу 9 боев по различным видам спорта смогут увидеть новосибирцы за один вечер. Команда России встретится с командой Матголии на уже ставшем традиционном Кубке Дружбы. Турнир – настоящий парад единоборств. Тут будут представлены, как хорошо знакомые всем, вольная греко-римская борьба, самбо и дзидо, а также тэквондо, К1 и ММА. В каждом бою участвуют лучшие спортсмены двух стран. По словам организаторов, пары бойцов подбирались, исходя из уровня спортсменов. Чтобы поединок получился зрелищным, не должно быть явного доминирования одного из бойцов. Команду России, как и два года назад, возглавил теперь уже двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Принимать участие в боях он не будет, лишь поддерживать и мотивировать команду. В нашей сибирской земле столько титулованных спортсменов. Это большая честь для нас в нашем городе принять вот такое событие, огромный праздник спорта. Для меня это, наверное, очень приятная история быть частью вот этого праздника спорта. Для меня большая честь быть капитаном этой команды. Я очень горжусь и для этого спортивного праздника. Это полный зал. После вот таких стартов обычно огромный поток детей, спортивный зал. В команду России вошли два новосибирца. Тайбоксер Игорь Петров и кикбоксер Роман Казанцев. Кульминация вечера – схватка Артема Левина, одного из самых титулованных российских бойцов по тайскому боксу. О самых интересных моментах турнира мы расскажем вам в следующем выпуске нашей программы. А на сегодня у меня все. Для вас работала Кристина Латта. Увидимся на ОТС.